Новый день на ферме начинается с грустной физиономии и необходимости продать огромное количество предметов, которые у нас есть сейчас в багаже. Привет, друзья! Добро пожаловать в загородную жизнь! Мы с вами вернулись в милейший, красивейший городок, в котором сейчас живет Дженнифер вместе со своим бойфрендом Гарри. И они пытаются как-то восстановить старенькую ферму нашей Дженнифера. Удастся им это сделать или нет, я не знаю, но я надеюсь, что вы наших ребят поддержите лайком. Посмотрите, какая она грустная, посмотрите в лицо нашей Дженнифер. Мне пришлось заставить ее с самого утра отправиться в центр города. Ну как с самого утра? С самого утра она уже была на грядках. Затем она переоделась, приняла душ и решила, что нужно пойти попробовать продать то, что у нас сейчас есть. Мы с вами можем сейчас продать предметы, то есть сейчас мы с вами уже ничего не будем продавать через багаж. Через багаж мы продавали в первой серии, это знаете, мы сделали такую себе небольшую поблажку, учитывая, что у нас было ноль символионов изначально. То я решила, что пусть у нас будет такой вот приятный бонус. Сейчас мы с вами можем продать не так уж много предметов. К сожалению, мы можем продать только грибы. 42 гриба. Мы можем продать, кстати, рыбку. Слушай, давай мы как-то это все... Ну, я думаю, что... Слушайте, а может молоко продать? Я вот просто смотрю, оно у нас, скорее всего, все пропадет. Между прочим. Цены, кстати, у нас тут не такие уж... Хотя нет, цены тут хорошие, ребят, я вам хочу сказать. Общая сумма... Слушайте, 186. Серьезно? 186 миллионов мы сейчас получим. Я бы хотела продать, наверное... Давайте посмотрим, что у нас тут есть. А, это яйцо было белое. Я смотрю, это что-то такое белое, непонятно. Я думала, может быть, какие-то, там, не знаю, приправки или еще что-то. Яйцо не знаю. Яйцо продавать не хочу. Я бы, наверное, продала... Наверное, мясо можно продать. Понимаете, мы его сейчас не можем никак приготовить. У нас нет кухни, поэтому давайте продавать мясо. Молоко, я думаю, что мы с вами можем выпить. Но мне кажется, с этим проблем быть не должно. 206 миллионов. Кстати, давайте проверим, мы же выпить молоко можем. Кстати, если я не ошибаюсь, у нашего Гарри... А ну, давайте проверим. Я вам сразу скажу, что да, у него непереносимость лактозы. То есть ему, по сути, это молоко даже и предлагать нет смысла. А вот ты как раз можешь сейчас выпить молочко, пока оно не пропало. Оно, ну, вроде бы, нормального качества. Вроде как проблем никаких нет. Но, конечно, настроение у нас не самое лучшее. Здесь продавать лягушек мы не можем. То есть я думаю, что мы можем с вами оставить возможность продавать через багаж только вот такие вот предметы. Хотя, подождите. Подождите. Можно нам собрать, конечно, коллекцию лягушек. Либо вообще их больше трогать не будем. Я подумаю. Мы с вами посмотрим, что у нас будет по финансам. Но, между прочим, вы можете обратить внимание, что у нас уже есть 220 миллионов. Раз у нас есть 220 миллионов, это значит, что мы можем купить первую курочку, друзья мои. Первая курочка у нас с вами очень скоро уже будет в кармане. Давайте-ка мы обратимся к нашей новой знакомой и спросим, как мы можем еще ей помочь. В прошлой серии мы с вами помогали местным жителям и смогли заработать деньги на первый курятник. У нас уже есть с вами курятник. Курятник без кур, правда. Ну, что это за курятник без кур? Это же неправильно. Поэтому нам сейчас нужно будет срочно вернуться домой и купить курочку. Обязательно хочу курочку, тем более, что у нас для нашей курочки уже есть одежда. Вот. У нас с вами есть еще фирменный напиток. Но не у нас фирменный напиток, а в этом баре. Мой паб всегда пользуется успехом, но всегда можно добиться большего. Мне попался рецепт интересного напитка, который понравился завсегдатаем паба. К тому же его будут подавать только здесь. Но дела в пабе не позволяют мне отвлечься. Что скажете? Поможете создать новый волшебный напиток? А почему бы нет? Тем более, что нам смогут неплохо так вот заплатить. Кстати, у Мелисы мы взять задания не можем, но мы можем взять у других жителей. Слушайте, давайте сейчас понабираем этих заданий, чтобы их прямо у нас было очень-очень много. Здравствуй, Агнес. Я надеюсь, что мы с тобой подружимся. Между прочим, с Агнес мы действительно... Погоди-ка. А ну-ка, погоди-ка. У меня появилась идея. А что мы тебе можем продать? Там мы можем продавать продукты. А может быть, мы, Агнес, можем тоже что-нибудь продать? А ну, давайте проверим. Мы же с вами играем впервые с этим дополнением. Вот как раз и сможем детально изучить. Значит, нашей первой дамочке мы смогли продать только, ну, грубо говоря, продукты. А вот интересно, что мы можем продать Агнес. И, кстати, мы можем и Агате, ну, сейчас предложить помощь. И можем, кстати, Ким, по-моему, тоже предложить помощь. Так что сейчас посмотрим. Кому что нужно? Вот, мы можем продать... А, то же самое. А я почему-то думала, что может быть что-то другое. Хотя, что ты другое хочешь продавать? Даже у тебя, в принципе, в карманах-то ничего больше нет. Ну что, моя дорогая? Что ты мне можешь предложить по заданиям? Предложить помочь с заданиями? Я предлагаю брать все. Я-то, знаете, сначала так вот скромненько-скромненько не хотела все у них разбирать. Но вы видите, что мы можем с вами сразу много чего набирать. Футболки? Какие футболки? Куда нас Майкл зовет все время? Значит, очередной бестолковый турист. Эй, что еще такое? Кто вы? Что вам от меня надо? Вам нужна помощь? Посмотрим. Я давно хотела тыкву, а в пабе постоянно флиртуют. Ужас. Вырастите мне тыкву и покажите, как вы умеете отчитывать... Отчитывать за кокетство? И, возможно, у меня для вас найдется новая работенка. Как мне хочется пить? Слушайте, какие интересные задания. Растительное задание. Как поживает ваш огород? У вас же есть огород, да? Я всегда ищу новые растения. Что ж, может быть, вы мне поможете? Давайте возьмем эти оба задания, не очень забавные, и сразу же про них почитаем. Значит, грибное безумие это для Майкла. Бестолковый турист. Посадить тыкву, наругать владельца продуктового магазина и принести молока. Блин, зачем мы выпили сейчас молоко? Ну ладно, ничего страшного, у нас коровы тоже будут. И нам нужно собрать урожай из домашнего черничного куста. Друзья мои, у нас черники как раз нет. Слушай, у тебя есть черника? А давай мы купим? Ну, придется нам сейчас немножечко прикупить предметов, ладно. Но нам нужно 150 на курочку. Значит, давай смотреть. Нам с тобой нужно белковое лакомство из рыбы. Ничего себе. Гриб, виноград. Значит, где-то у нас консервы. Мы, кстати, консервы тоже с вами будем продавать. Черника. Черника. У нас же была черника, по-моему. У тебя же есть черника. Нет, гномик не нужен. Мне нужна черника. Ф, Ш. Это у нас все. Шпинат, ягода. Так, подождите. Я уже, по-моему, пролистала нашу чернику. Будет смешно, если у нее фрукт с иголками. Классное название у фрукта. Слушайте, а у нее что, ее нет? Либо я пролистываю, либо получается, что у нее нет. Потому что у нас тут идет удобрение. Фермерские цветы. Можно было бы, кстати, купить цветы и фрукты, но, блин, они стоят достаточно дорого. Шпинат, ягода и как бы все. А, ягода черники. Вот, друзья мои. Давайте возьмем ягоду черники. Нам же черничка была нужна. Давай посмотрим. Кстати, сколько там ягод-то надо? Домашнего черничного. Ну, собрать урожай, окей. Соберем сейчас. Значит, она хотела, чтобы я поругала дамочку, да? Но сначала я хочу смешной представиться и взять у нее задание. Потому что нам задания лишними не будут. Слушай, а ты кто? О, по-моему, у Рахула тоже можно взять задание. Ребят, мы сейчас все-все-все понабираем. И затем, я думаю, что будем потихоньку-потихонечку все выполнять. Может быть, мы что-то сегодня успеем выполнять. Может быть, не все. Ну, понятное дело, что все мы не успеем, но будем пытаться. Значит, здравствуйте. Всем привет. Рассказать анекдот про марсиан? Нет, я думаю, что не стоит. А мы не можем, да, предложить? Вот, видите, у нас уже есть три задания. Больше выполнять мы задания не можем. Поэтому я предлагаю сейчас возвращаться домой. Мы с вами купим курочку и займемся... Кстати, у нас тут есть местечко, где можно посадить. Слушайте, а давайте здесь чернику сейчас посадим. Ее же никто не будет забирать. Подожди, это же у нас черника, да? Да, ягоды черники. А посадить мы ее... А, здесь мы посадить ее не можем. То есть кто-то может посадить, а мы можем прийти и выкопать. Конечно, не самый приятный участок нам с вами достался, но что поделать. Итак, Злюка, моя дорогая, давай-ка мы с тобой пойдем заниматься садиком. Как вы видите, у нас с вами, в принципе, потихонечку наше хозяйство разрастается. Поэтому давай мы сейчас вот сюда одну ягодку разместим, здесь вторую. И, извини меня, пожалуйста, но тебе нужно это все посадить. То есть, смотрите, когда она сердит, она это все высаживать может. Когда она получается у нас грустная, то она это делать не может. Что у тебя, кстати, есть еще? Семена тыквы. А, слушайте, нам семена тыквы сразу прям дали. Вот это круто. Но мы не можем, я так понимаю, что сейчас их посадить, потому что нам нужно что? Крупные семена в своем багаже, разместите грядку. Вот, видите, у нас грядки нет, к сожалению. Нравится? Подождите, так я же выбирала, что ей нравится. То ей нравится, то ей не нравится. Сложно тебе как-то угодить, моя хорошая. Значит, давайте мы сейчас с вами... Действия, что у нас есть в действии? Нет, улучшать пока не можем. Я думаю, что мы можем как раз купить курочку. Коричневую, черную. Давайте коричневую. Хочу коричневую курочку, друзья мои. У нас, конечно, ничего не остается. Практически, ну, 60 миллионов. Ну, на что мы можем потратить эти 60 миллионов? Вот я не знаю, что нам с вами делать с лягушками. Я не уверена, что я буду их продавать. Ну, то есть, что я их буду, конечно, продавать через наш багаж. Хотя грустно. Привет, моя хорошая! Приветики! Давай-ка мы сейчас ей дать лакомство. У нас, кстати, по-моему, было... Нет, не было никакого лакомства. Давайте мы ее покормим. И я бы хотела, конечно, с ней сейчас как-то... О, мы же ее можем одеть! Точно! У нас же есть наряд! Мы сейчас покормим нашу курочку. Привет, моя хорошая! Держи, тебе нужно покушать. И, конечно, я хочу с ней пообщаться. Давайте мы немножко с ней поиграем. Мы же с вами обязательно отправимся на конкурс, друзья мои. Обязательно! Слушай, а яйцо мы здесь можем разместить, да? Есть ли в этом вообще смысл? Можем положить в багаж, можем разместить его здесь. И, кстати, давай-ка мы будем собирать грибы. Не я? А что мы не можем их собрать? Что такое? Они еще как бы не готовы? Ну, ладно, не готовы и не готовы. Между прочим, я думаю, что вы видели, что мы с вами грибочки продаем достаточно по высокой цене. Поэтому это очень даже здорово. Давай-ка мы сейчас с тобой еще немножко пообщаемся. Я хочу, чтобы наша курочка была довольная, чтобы мы смогли ее, конечно же, потом отправить на нашу выставку. Кстати, сколько у нас времени-то осталось? У нас времени-то не так уж и много. Видите, у нас будет ярмарка кур. И кур, и яиц, и уникальные товары, и ленточки можно выиграть. Но я не знаю, ребят. Вот честно вам хочу сказать, не знаю, сможем ли мы победить или нет, но это под вопросом. Значит, сходи, пожалуйста, пока что в туалет, наверное. Потом, по идее, быстрый душ прими. А я хочу посмотреть, как дела у Гарри. У Гарри, конечно, дела не такие хорошие, но, между прочим, он поймал окуня. Я вот что думаю. Раз у него уже пятый уровень, то мы сейчас вместе с ним можем опять отправиться вот сюда на рыбалку. Нам, конечно, нужны новые рыбки, потому что у нас сейчас только есть две рыбки, которые мы можем с вами поймать. Хотя липкие гупи очень хороший вариант. Кстати, давайте вместе с нашей красавицей сейчас проверим малинку. У нас тут была еще малинка, малинка вечеринки. Можно собрать? Нет? Да, мы можем здесь сейчас все пособирать. И можем пособирать вот здесь. Слушайте, у нас получается малиновая ферма. Мы с вами здесь только пока что малину и можем выращивать. Я же, по-моему, где-то еще видела малинку, да? Или я уже запуталась, или я видела малинку. Еще малинка вроде бы была возле нашего хранителя. Но тут точно где-то была малина. Слушайте, пока я обойду весь этот участок, вот, мне кажется, кто-то вместо нас может... Подождите, подождите. И еще малинка. Обалдеть. Давайте посмотрим, что у нас тут по заданиям. Значит, по заданиям у нас тыква есть. Также у нас есть задание с черничным кустом. И у нас есть задание с грибным безумием. Я пока что с напитком, получается, не брала, потому что я думаю, что вряд ли мы сейчас сможем с ним справиться. Я хочу посмотреть, сколько стоит грядка. Может быть, я смогу сейчас... О, так я могу первую... Ребят, первая грядка! Первая грядочка у нас будет. Давайте мы ее, наверное, вот здесь разместим. Я вам, в принципе, показывала, какая у нас будет схема наших грядок. Но мне кажется, что мы можем начать отсюда. Грядки-то мы точно можем перемещать, а вот комнаты вряд ли. И, кстати, в плане постройки мы с вами начнем с фундамента. Первое, что я буду размещать, первое, на что я буду тратить деньги, это, конечно же, фундамент. Потому что нам же нужно здесь как-нибудь все это заполнить. То есть мы должны будем снести вот эти все стены. Ну и затем будем приступать к размещению дома. Так, все, оставляй, пожалуйста, вот этот участок. Раз у тебя все в порядке, то ты можешь побежать, конечно же, и пособирать необходимые предметы. И ты тоже, моя хорошая идея, занимайся сбором малины. У нас сейчас малиновый сбор. А затем мы с тобой будем посеять крупную культуру. Мы с вами сможем посадить тыкву. Видимо, на улице очень сильно похолодало, потому что даже Дженнифер решила переодеться в зимнюю одежду. Ну что, у нас сейчас шесть вечера. Мы, между прочим, уже успели посадить тыкву. И, кстати, теперь у нас в прудике будет плавать тунец. Звучит, конечно, немного странно, но почему бы и нет. Малинка у нас, кстати, даже здесь есть, но мы ее собрать сейчас не можем. У нас осталось буквально минут пятьдесят до закрытия магазина. Поэтому мы с вами быстро-быстро-быстро прискакали. И сейчас можем продать немного рыбы. И затем я, конечно, хотела бы чуть больше времени провести с нашими соседями. Вот я бы хотела подружиться с главными жителями этого города. Вот, например, с Агатой хочу подружиться. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Вот, у нас есть окунь, которую мы можем продать. Кстати, три окуня. Тунец, ребят, по сорок шесть симолеонов. Удобрение я не буду использовать. Ну, точнее, в смысле продавать. Я хочу использовать на тыквах. Шерсть, ягода малинка. Вот, давайте малинку продавать. Посмотрите. Стоит она, конечно, два симолеона. Но мы сейчас можем с вами заработать. Ну, сто шестьдесят один симолеон, конечно, маловато. Но мы можем с вами петушка, например. Друзья мои, мы можем сейчас петушка купить. Или же можем купить, конечно же, например, еще одну курочку. Вот я пока не знаю, кого лучше прикупить. Значит, давайте посмотрим, что у нас там есть в багаже. Я не буду сейчас ничего продавать. Но мне, кстати, ребята подкинули очень крутую идею. Я нашла камеру. Точнее, не я нашла. А Гарри в пруду нашел камеру. Почему бы нам с вами не попробовать делать фотографии этого городка и не выкладывать в интернет? Может быть, кто-то захочет у нас купить красивую фотографию. Мне кажется, было бы круто. Поэтому давай мы сейчас с тобой попробуем сфотографировать вот эту площадь. Посмотрим, что у нас получится. Да я понимаю, что ты хочешь спать. Но нам нужны деньги. Нам срочно нужны деньги. Поэтому давай будем все с тобой снимать. Так, что мы можем с вами снять? Вот может быть... Слушайте, давайте... Так, тихо, не вертись. Вот эту лавочку хочу сфотографировать. Смотрите, какая она красивая. Мне кажется, что может быть, она кому-то понравится. Может, кто-то захочет ее купить. Ну, вот эту я имею в виду фотографию. Вот смотрите, у нас такой вот получается красивый свет. То есть такой вот закат здесь. Я бы хотела, наверное... Ну, мы пока что ничего здесь менять не можем. У нас фотокамера очень простенькая. Давай посмотрим, что мы еще можем сфотографировать. Давайте вот этот колодец сфотографируем. Как мне нравится этот фильтр. Можем вот это вот место сфотографировать. Движемся дальше. И вот, кстати, можем вот эту вот тыкву, например, снять. Мне нравится такая вот интересная композиция. И вот, кстати... Блин, не можем мы с вами отдалиться, как вы видите. Можно снять, можно снять. Давайте вот такой вот фонарь. Не знаю, кому-то, может быть, это понадобится. Вроде бы мы ничего этого фонаря не обрезали. Ну-ка. Давайте сразу посмотрим, что у нас с вами получилось по качеству. Я решила сразу же отправить эти фотографии на продавито. Мне кажется, что это будет просто идеальный вариант заработка. То есть мы, опять-таки, не используем наш багаж, наш магазин. Мы с вами пытаемся заработать всякими-всякими способами. И мне кажется, что фотографии это отличный вариант. Учитывая, что мы решили, что рисованием мы зарабатывать деньги не будем. То почему бы не фотографировать прекрасные виды? Может быть, их на открытках будут использовать или еще где-то. И, между прочим, у нас качество нормальное, качество плохое, плохое, плохое и опять плохое. Но ничего страшного. Пока что будем выставлять такие фотографии. А затем, может быть, у нас навык фотографии прокачается. И мы вообще с вами станем топовым фотографом. Я посадила уже чернику. Я посадила тыкву. Мы можем сейчас вернуться домой и использовать удобрение. Можно? Можно? Блин, нельзя малинку собрать. Да что ж такое? Малинка, ты тут так манишь и манишь и манишь. А собрать тебя нельзя. Мы можем, кстати, пополивать. А что у нас тут вообще такое? Здесь у нас томатный куст. Но томатный куст мы собрать... Сезон непонятный какой-то у нас. Томатный куст мы пока что собрать не можем. Но я думаю, что мы будем ухаживать и за местными растениями. Ну, а почему бы и нет? Мы же тоже живем в этом городке. Почему бы не принимать участие в том, чтобы ухаживать за местной флорой и фауной? Мы же за птичками ухаживали. Ухаживали... Поэтому почему бы не ухаживать и за растениями? У нас тут, конечно, много чего интересного. Но, к сожалению, мы этим всем пользоваться не можем. Учитывая, насколько сильно мы хотим спать... Подожди, что ты такая злюка? Подожди, Агата, я хотела... Нет, жаловаться не хочу. Мне кажется, что жаловаться это не самый прекрасный пункт. Давай мы поговорим про облачную погоду. Подожди, подожди, я поливаю. Я поливаю цветочки, я сейчас хочу с тобой поговорить. Я хочу с ними всеми подружиться. По крайней мере, с главными героями этого города. Мы обязательно должны найти хотя бы общий язык. И, знаете, мне кажется, это было бы здорово. То есть, опять, мы пытаемся вернуть былую репутацию. Мы пытаемся восстановить, может быть, доверие. А может быть, друзья мои, на этой ферме произошло что-то плохое. Может быть, бабушку нашей главной героини подозревали, не знаю, в каких-то плохих делишках. И, возможно, весь город очень косо на нас смотрит не из-за внешности нашей главной героини, а вот как раз из-за того, что, ну, как бы, что-то там произошло. И мы не знаем, что произошло. Поэтому мы с вами должны обязательно попытаться подружиться с каждым из наших главных, скажем так, представителей этого города. И когда мы сможем с ними наладить отношения, то мы сможем убрать один из пунктов отрицательных черт нашего участка. Вот. Смотрите, какие интересные мы с вами повороты придумываем. В среду ребята решили, видимо, выспаться. У нас сейчас час дня, и нам срочно нужно будет отправляться в город и продавать все наши растения. Надеюсь, что у нас хоть что-нибудь созрело. Нет. У нас пока что ничто не созрело. Я уже как-то, знаете, понадеялась, что сейчас мы с вами сможем продать огромное количество предметов. Но нет. К сожалению, нет. И, кстати, благодаря нашим испытаниям на участке, я вам могу сказать, что выживание действительно трудное. Они гораздо быстрее устают. Они гораздо быстрее пачкаются, и у них постоянно кислая физиономия. Но, как я вам уже говорила, в этом есть действительно свой интерес. Давай-ка ты съешь, пожалуйста, йогурт. У нас все-таки есть хоть какие-то йогурты. Что у нас есть на продажу? А на продажу у нас, в принципе, ничего толком-то и нет. У нас есть несколько лягушек, но мы их продавать не можем. В общем, я только вот хотела бы что продать. Я бы хотела собрать весь урожай грибочков. Неужели малинка не готова? Ну, почему малинка не готова? Осень же как раз. У нас сейчас четверг. У нас как раз вот идеальное время, чтобы пособирать вот эту всю малинку, но, видимо, нет. И, между прочим, друзья мои, нам в любом случае нужны сейчас денежки, потому что нам нужен петушок. Вы же понимаете, что для того, чтобы у нас для разведения потомства в курятнике, должен быть как минимум один петух и курица. Нам нужно сейчас с вами использовать удобрения, но сначала я бы хотела использовать средства от жуков. Жуки у нас тут, видите, всякую гадость могут принести. Давайте, кстати, Гарри будем будить. Он у нас тоже сегодня отправится. О, так ты сам проснулся. Слушай, молодец. Молодчинка. Давай-ка ты пойди, примей душ. И ты сегодня вместе с нами отправишься в город. Слушай, здесь бы желательно поубирать. Тут нужно будет поубирать. Возьми, пожалуйста. Нет, напиток не хочу. Я хочу, чтобы ты взял... Наверное, тоже возьми йогурт. Мы вместе отправимся в город. Затем я бы хотела сходить к Майклу. Может быть, там у нас созрели уже какие-то полезные... Что такое? Ты не можешь подобраться... Нет, Месс, извини. Мне сейчас точно не до тебя. Мне кажется, что... Что такое? Чего ты недовольна? Что не так? Почему ты не можешь использовать? А, ты себя чувствуешь неудобно. Вот оно что, друзья мои. Вот оно что. Она себя чувствует неудобно. Ну, хорошо. Зайди, пожалуйста, сейчас в дом. Может быть, тогда ты будешь себя чувствовать немножко удобнее. Вот это не очень хорошо, что у нас тут начинают вот такие вот мусорные растения появляться. Давай-ка мы сейчас твой пол протрем. И затем я надеюсь, что, может быть, у нее настроение как-то подымется. Я понимаю, что первую комнату, которую я хочу здесь построить, друзья мои, это будет кухня. Обязательно у нас должна быть кухня. И меня, я так понимаю, начинает смущать Кевин. Кевин у нас, кстати, появился этой ночью. Его очень сильно заинтересовала курочка, которая у нас здесь живет. Как вы понимаете, пока что она здесь одна-одинешенка. И, конечно, ей немножко здесь стремно находиться, потому что нет ни защиты, ничего. И, конечно же, у нас тут, как вы видите, часть забора отсутствует. А это, конечно же, очень-очень плохо. Ну что, малинку мы с тобой собрать не можем? Не можем. А собрать все грибочки мы не можем? Не можем. И знаете почему? Потому что настроения нет. Давайте тогда попросим Гарри. У Гарри сейчас... У Гарри. Сейчас просто идеальное настроение, поэтому, пожалуйста, собери весь урожай. То есть мы сейчас будем между карманами. Вот давай мы Гарри отдадим удобрение. Гарри должен также сейчас средства от жуков использовать. И должен использовать, конечно же... Гарри? А меня зовут Дженнифер. Это что сейчас было? Это они решили поприветствовать друг друга? Раз у Дженнифер нет настроения, давайте попробуем Гарри попросить поухаживать за растениями. Но мне кажется, что Гарри сейчас тоже может отказаться, потому что, вы видите, из-за того, что у нас тут огромное количество испытаний на участке, мы действительно ничем не хотим заниматься. Мы не хотим ни собирать, ни поливать, зато вырвать растения. Да, это конечно. Это мы сделаем с радостью. Причем вы видите, что у нас все показатели просто в великолепном состоянии, но вот из-за того, что у нас еда некачественная, они делать ничего не хотят. Поэтому я вам гарантирую, ребят, первое, что мы с вами, конечно, здесь разместим, это будет кухня. Обязательно. Тошнота его очень сильно напрягает, да? Использование воды на участке без удобств. Ну вот смотрите, нам срочно нужно было сегодня продавать вот эти вот все растения, все, что у нас здесь есть. А получается, что продать и собрать мы ничего не можем. Мы даже курицу купить не можем, потому что у нас нехватка денег. Причем у нас не хватает всего лишь каких-то несчастных 20 миллионов. Всего лишь 20 миллионов, ну все, у нас самая настоящая беда. Да, подождите, о, наконец-то. Давай-ка иди собирай урожай. Она пошла, попрыгала в болоте. Ребят, вы, наверное, такого еще не видели, да? Она решила попрыгать в болоте, у нее стало хорошее настроение, и она сразу стала счастливой. Вы представляете, чтобы сделать персонажа счастливым, нужно, чтобы он просто здесь попрыгал немножко возле уточек. Ребят, это все утки. Это утки поднимают нам настроение. Ну хорошо, моя дорогая, давай-ка ты сейчас пособирай все грибочки. Грибы нам дают, между прочим, достаточно много денег. Потом мы сейчас с тобой должны обработать. Вырывать растения мы не будем. Мы можем сейчас с тобой... Подожди, подожди, у нас сейчас идет перенос предметов. Я то одному, то другому персонажу передаю те или иные предметы. Поэтому давай мы сейчас используем удобрения. Я надеюсь, что эти тыквы мы с вами сможем быстро вырастить. Что мы там должны были с вами сделать? Нахамить продавцу продуктовой лавки? Ну что поделать? Придется нахамить, хотя я вам уже говорила, что Дженнифер у нас девушка очень милая и хорошая. И делать ей, конечно, это не очень хочется. Но нам нужны сейчас денежки. Нам очень нужны денежки, поэтому нам потом придется еще мириться. Вы же понимаете, что у нас не одно, так второе. Судя по выражению лица Гарри, он с огромным удивлением рассматривает центр города. Ведь он здесь впервые. И я так понимаю, что он действительно в восторге от того места, где они живут. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И пока он все это рассматривает, давайте мы сейчас вместе с нашей Дженнифер отправимся на шоппинг. Во-первых, я, кстати, сбегала, еще малинку собрал, мы сейчас ее будем продавать. У нас, как вы видите, задание для Агнес, ну, практически выполнено. То есть нам нужно ей принести молочко и немножко тут устроить, ну, скажем так, скандальную сцену. Мне кажется, что нет смысла ждать момента покупки коровы. Поэтому давайте мы сейчас сначала все продадим. Мы сначала избавимся от всего, что у нас есть. Между прочим, у нас есть 39 грибов. Подождите, а мне казалось, что грибочки стоили чуточку дороже. Я, видимо, ошиблась. Либо же в разное время разные стоимости. Ну, не знаю, посмотрим. Липкий гуппи, зато, в принципе, неплохо нам сейчас денежек принесет. Окунь. Ну, к сожалению, у нас он один. О, смотрите, смотрите, тунчик. Два тунчика, и у нас уже есть 100 символионов. Шерсть ламы я продавать не буду. Ну, малинку давайте тоже продадим. У нас, в принципе, малины будет огромное количество. Это мы с вами сделали. Яйцо, ну, не знаю, продавать нам, не продавать. У нас, итого, будет 235 символионов плюс. И, друзья мои, мы сможем петушка купить. И, кстати, не только петушка, мы можем еще и курочку прикупить. Но, что я еще хочу сделать? Давайте молоко купим. Уж так и быть, я не против молока. Пусть у нас сейчас будет молочко, которое мы Агнес принесем. Бутылка молока. Так оно стоит 15 символионов. Тьфу ты, элементарно. И теперь, извините, давай посмотрим. Значит, мы должны принести молоко. Окей. Но сейчас нам нужно наругать владельца. Наругать. Жаловаться мы не будем. Давайте вообще посмотрим, как это все выглядит. Наверное, может быть, это... Вряд ли это у нас в пакоте. Может быть, в злых действиях. Ругать. Вот, видите? По поручению Агнес мы должны сейчас устроить здесь громкую сцену. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ты что? Ты продала мне плохое молоко. Я больше у тебя никогда не куплю здесь молоко. В смысле? Она еще и обрадовалась тому, что я ее поругала. Ладно. Бывает. Подождите. У нас остался час. Давайте быстренько сейчас скажем, что мы с вами молодцы. Мы все выполнили. Переходим в наши дружелюбные действия. И где у нас наше предложить? Нет. Мы пока не можем это делать. Мы должны рассказать, что мы все выполнили. Дать комплект по уходу за кожей? Нет. Я думаю, что это и точно неинтересно. Обсуждать, обсуждать. Подожди, а мы ей должны же молоко дать. А как мы тебе можем молочко отдать? У меня же есть молоко. Смотрите. Принесите молоко. А мы должны принести ей или продать? Она хочет пить. Она хочет молоко. Значит, получите молоко. Вы берете. Ага. Доставить молоко. Смотрите, как интересно. Ну, хорошо. Наверное, в дружелюбных действиях. Другие. Показать наряд, жаловаться. Это нас все не интересует. Либо оно у нас где-то отдельно. То есть тут мы пока что... А, вот. Принести молоко. Молодец. Я надеюсь, что она просила не безлактозное. А то, знаете, тут как бы... Ну, нам не написали, какое она хочет молоко. Сейчас будет очень... Куда? Подожди. Еще рано. Еще рано закрыть. А, ты так лично хочешь мне забрать, чтобы я тебе передал. Хорошо. На. Забирай, пожалуйста. Вот сейчас она на нас нарет, если хотела безлактозное. Но у нас есть еще полчаса, чтобы купить... Что такое? У тебя какая-то странная немножко реакция. Ты довольна? Я же молодец. Да, друзья мои. 175 миллионов. А это кто такой? Ты привет. А ты кто? Джерри Макмиллан. Молодой. О. Слушай, давайте мы, может быть, Гарри сейчас познакомим. Ну, как бы хотелось, чтобы у Гарри тоже появились какие-то друзья. А то он у нас немножко, мне кажется, такой забитенький. Ни с кем не общается, не знакомится, не здоровается. Как-то это грустно выглядит. Слушай, давай мы еще предложим тебе помочь. Кстати, обратите, что с Агнес, внимание, у нас, в принципе, неплохие отношения. Так. Все-таки сколько? 300? Возможно, от вас все же есть толк. Если вы правда хотите доказать, чего стоите, у меня для вас есть задание поважнее. Только не говорите потом, что я вас не предупреждала. Думаю, что на это задание у вас уйдет больше времени, чем на то, чтобы ухватить ламу за хвост, если понимаете, о чем я. Ну, хорошо, давай попробуем. Даже интересно. Давайте посмотрим, что там нужно сделать. Значит, сорвать собственную тыкву, принести вышивку и принести банку майонеза. О, как интересно. Но, конечно, мы сможем с вами это выполнить тогда, когда у нас будет, конечно, кухня. Ой, а что ты сердито? Я тут ни с кем не флиртовала. Ничего не делала. Ничего не знаю. Я вообще самая лучшая, самая милая и самая хорошая. Говорите прогулки. Ну, давай поговорим о прогулке. Расскажем, как мы тут вообще проводим время. Жаловаться на первый поцелуй. Слушайте, мне кажется, что она была бы тем персонажем, который нас бы обязательно поддержал в плане поцелуев и прочего. Как у тебя дела? Ты с кем общаешься? А ты вообще общаешься не с теми, с кем я тебя попросила? Ну, в принципе, я же не против. Давай, может быть, мы с тобой по-дружески поздороваемся, потому что Лавина у нас, как вы знаете, мэр деревни. И Лавина нам как раз будет тоже очень полезна в плане дружбы. Ну, мы же со всеми хотим тут подружиться. Ну, и что с этим деревом? Почему мы не можем вот это вот дерево как-то сейчас вырастить? Ну, не хочешь, как хочешь. Значит, я хочу подружиться, конечно, с Агнес. Слушайте, Агнес, по-моему, к нам очень даже неплохо относится. Жаловаться на нового партнера. Ну, провести время вместе я бы не очень хотела. Мне кажется, что это немножко пока что рановато. Давай поговорим про прохладную погоду. И я бы хотела обсуждать сердитое настроение. Давай обсудим. Сердитое настроение. Я очень сердитое. У нас вообще такая, такой вот ранчо сердитое. Ты какой-то грустный. Слушай, пойди пропусти стаканчик. Сделай-ка мне, дорогая моя, мой любимый коктейль. Кстати, интересно, что он любит? Давайте посмотрим, какой у него любимый напиток. Сходи, пожалуйста, выпей напиток. Кстати, я думаю, что так как наша Дженнифер увлекается спортом, то они должны начать утром, может быть, бегать. А почему бы и нет? Хотя у них столько... Я что-то пропустила? Я что-то пропустила? Это что это за разговоры? Уважаемая. Вы как-то к нему так подошли? Прям, знаете, вот она прям шла к нему по направлению к нашему Гарри. Так. Это что еще такое? Мне это не очень нравится. Я не очень люблю, когда персонажи... Как-то странно себя... Слушайте, он переоделся? Переоделся? Ай, холодно. Я же говорила, что холодно. Ребята, он пошел с ней болтать. Он с ней пошел болтать. Он пошел болтать с кем? А почему это ты пошел болтать? Не, ну хорошо, в принципе, давай смешно... То есть он как бы ей представился, не представившись. Странно это выглядит, но, кстати, с Агнес мы действительно, я думаю, найдем общий язык. Давайте расскажем ей анекдот про политиков. Я думаю, что не любит она анекдоты. Давай попробуем тебя успокоить. Да не грусти, все будет хорошо. Давайте, может быть, ей о чем-то плохом расскажем. Жаловаться на облачную погоду. Скажем, о, какая отвратительная погода. Это ж просто ужас какой. Смотреть на нее просто невозможно. А этот прям болтается, не болтает. А где мой... Это что за напиток? А, это кровавая, что ли? Нет, это Риджпорт. Я что-то, знаете, так издалека не узнала сразу же. Я думаю, что нам с вами пора возвращаться. Восемь вечера. Мы должны, как обычно, я хотела сказать речь пораньше, но мы можем сейчас продолжить заниматься нашей фермой. И, между прочим, я думаю, что нам нужно будет как раз сейчас прикупить курочек. Посмотрите, у нас можно купить курицу, можно купить петуха. И у нас уже будут яйца. То есть мы, во-первых, сможем с вами готовить. А, во-вторых, понятное дело, что мы сможем их выставить на нашу выставку. Так, а ну-ка иди сюда, давай будем разбираться. Это что за подкаты со стороны Ким? Закрыла свою лавочку. Она пошла, наверное, нажаловалась. Она нажаловалась на Дженнифер, скорее всего. Ой, вы знаете, ваша девушка подошла и мне нахамила. Так, давайте вот без этих жалоб. Хотя я все равно понимаю, что я была не права, но не надо подкатывать Гарри, пожалуйста. Мы вернулись домой, и я понимаю, что нам обязательно нужно будет здесь провести хоть какой-нибудь свет. Посмотрите, как тут темно. Кстати, а куда побежал? А ты чего? А, ты сердитый из-за нашего участка. Ну, прости, пожалуйста. Только, пожалуйста, не надо топтаться. Не надо здесь ничего делать. Я тебя очень прошу поощрить рост растений. Давай. Будем поощрять рост растений. Ну что, ребят, давайте-ка мы сейчас с вами, во-первых, позвать кур, собрать яйца. Хотя, по-моему, у нас там сейчас нет яиц. Позвать, да, между прочим, курочка моя хорошая. Возвращайся в курятник, и мы можем наконец-то купить кур. Значит, я предлагаю купить молодой петушок, молодая курица. Давайте купим, наверное, еще одну черную курицу. И, хотя нет, давайте белую. Тут и так темно, я ничего не увижу. Давайте белого петушка. То есть, мы сейчас потратим 350 миллионов, и у нас теперь будет несколько животных на ферме. То есть, наша ферма начинает потихонечку разрастаться. Значит, мы с вами собрали два яйца. Это прекрасно. Ну, понятное дело, что мы их с вами можем выставить на продажу. Но первое, что я хотела бы сделать, это, конечно же, сейчас докупить какой-нибудь свет, ребят. Обязательно нам нужно докупить свет. Давайте посмотрим. У нас же тут участок без удобств. Давайте глянем. На что нам с вами хватит денег? Масляную лампу? Ну, не знаю. Я бы, наверное, лучше вот такой вот фонарь поставила. Хотя, что тот, что тот светит так себе. Ну, мне кажется, что такой фонарик, наверное, смотреться здесь будет чуточку лучше. Давайте вот здесь его как раз поставим. Раз. И, может быть, где-нибудь вот здесь в уголочке два. Ну, хоть как-то чуть-чуть светлее стало. У нас осталось 82 семиллиона. Я больше, наверное, ничего покупать не буду. А вот и наш пёсель. Привет, привет, привет. Мы обязательно для нашей собаки должны купить ванну. Либо мы должны её с вами сделать. Это обязательно. Это просто обязательное условие. Что мы можем с вами... Давайте рассыпем ещё корм. Мне кажется, что как-то они у нас могут быть немножко голодными. Здесь мы ничего не должны делать. Надо, конечно, всё это пособирать. Вот у нас грибочки... А, нет, у нас ещё грибочки не готовы. В смысле, вечер призраков. Мне Майкл звонит поздной ночью и говорит, слушайте, у нас тут вечер призраков. Вы не хотите к нему присоединиться? Кстати, что у нас тут по рыбкам? У нас есть вот такие вот рыбки. Слушайте, давайте окуня уберём. Ну, и мне кажется, что мы сейчас с вами сможем очень неплохо заработать как раз на вот этих наших дорогостоящих рыбках. Потому что гупи стоит, по-моему, 34 семиллиона. Подожди, иди, пожалуйста, прими душ. Гупи стоит 34 семиллиона, а тунец стоит 50. То есть мне кажется, что это будет гораздо выгоднее, если сейчас мы будем именно вот этих рыбок сейчас вылавливать. Так, ты пойди, пожалуйста, займись как раз рыбалкой. Как вы видите, у него настроение прям очень хорошее. Конечно, здесь темно, и, в принципе, мне не очень нравится, что наши курочки могут разбредаться, но так будет даже интересней, согласитесь. Когда они могут здесь выйти, а учитывая, что у нас тут ещё и лисы есть где-то в округе, то вообще будет очень и очень интересно. Ну что, друзья мои, мне кажется, пора нам с вами сделать перерывчик. Не на ферме, конечно, очень трудные. И у нас пока что действительно денег крайне мало, но мы с вами пытаемся что-то заработать. Вот сейчас поймали липкого гуппи, привет, добро пожаловать в мой карман. Что будет дальше, узнаем в следующей серии, поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok